С чего обычно начинается массаж груди? Все правильно, с нанесения средства для массажа. Если вы хотите сделать массаж груди с целью улучшения формы груди, увеличения ее размеров, повышения упругости, тогда используем средства для улучшения формы груди. Это может быть тайский лосьон, это может быть любой другой крем, который предназначен для того, чтобы улучшать форму груди. Если же вы хотите сделать массаж груди с лечебно-профилактической целью, тогда я использую лечебные масла, настоянные на коренях и травах. Пример, который я использую, его уже почти не осталось, это тайское масло на основе корня имбиря, куркумы и кучи тайских травок. Также можно использовать тайские бальзамы, но если вы решили для массажа груди использовать тайский бальзам, выбирайте самые мягкие, которые меньше всего жгут, потому что грудь это очень чувствительная зона, которая требует особого бережного обращения. Я буду показывать лечебно-профилактический массаж, поэтому мы наносим лечебное масло. Распределяем его по груди и приступаем к массажу. Массаж груди делают не только для того, чтобы улучшить форму груди, хотя это тоже имеет место быть. Массаж груди очень важно делать, если у вас есть невралгия, если у вас есть какие-то боли в грудной клетке, если появилась мастопатия, если есть какие-то застойные явления, воспалительные явления в груди. При всех этих случаях стоит делать массаж груди тот, который я покажу. Небольшое реагическое отступление, раз уж мы начали говорить про улучшение формы груди. В Таиланде есть известный хлопковый массаж. И там просто наносится масло, и вот так вот хлопками, хлопковыми движениями, конечно, без белья, но я не буду устраивать стриптиз, у меня другая цель. И вот такими вот похлопывающими движениями просто стимулируется кровообращение, улучшается ток лимфы. Вот такими вот движениями, похлопывающими. Это что касается хлопкового массажа. Если брать массаж для улучшения формы груди просто руками, то вот там идут круговые движения. Идут вот такие вот движения, массируется эта мышца. И также там идут движения просто вверх тоже, вот так вот массирующие, которые наносится крем, и аккуратнее, это все наносится. Вот. Теперь вот перейдем к тому массажу, который полезен тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистым его характером, и у кого также есть какие-то проблемы с молочными железами. В этом случае мы меньше всего трогаем именно саму грудь. Массаж делается вокруг. То есть начинается вот массаж вот этих вот. Очень важно вот здесь все промассировать. Так вот кладем руку и большим пальцем вот здесь вот проходим. Это может быть болезненно, это может быть крайне неприятно, но это надо делать, если у вас уже есть проблемы в груди. Также очень важно промассировать вот это вот место. У меня после кормления грудью здесь было прям такая, как уплотнение еще до конца не ушло, потому что до кормления грудью здесь все было ровненько-мягенько потянуто. Сейчас вот здесь вот прям есть застой, и их стоит тоже разминать. Также во время упражнений физических они убираются, но и ручное тоже разминание, оно очень эффективное. Особенно если нанести бальзамчик, и с бальзамчиком вы это все разминать. Очень важно массировать, особенно если у вас вы находитесь в стрессе, у вас какие-то нервно напряженная работа. Вот эти вот места при постоянном стрессе, называются межребрянная невралгия, они застывают. И вот можно это промять самому, просто нанеся масло на тело и разминая вот эти вот части. Также это очень полезно для формы груди. То есть получается два в одном, что вы улучшаете свое здоровье, и при этом вы улучшаете форму груди. И под грудью тоже вот эти вот места, очень важно проминать. Плавными, аккуратными движениями, с небольшим нажимом это все разминается. Под ключицей тоже очень важно, большим пальцем, заметьте, вот этим вот местом подушечкой пальца, как в шиасу, как в тайском массаже, вы тут вот аккуратненько, плавно, медленно, но с сильным таким нажимом это все вот проходите. Если вы находитесь в постоянном нервном напряжении, или у вас недавно был какой-то стресс, то это будет крайне болезненно. Очень часто бывает, что те люди, которые считают, что у них проблемы с сердцем, потому что у них болит слева или справа, на самом деле оказывается, что у них просто защемление нервов, и после обычного больного массажа это все проходит. Ситуация была с моей бабушкой, когда ее пичкали сердечными лекарствами, а потом, когда я приехала и сделала ей серию массажа грудной клетки и спины, у нее перестали мучить те боли, которые, с которыми она уже много лет не могла справиться, и от которых не помогали те лекарства, которые ей выписывали в больнице. Вот тоже движение, которое очень хорошо расслабляет мышцы, снимает напряжение. Еще вот такое движение, тоже это на межребную гиболгию. Вообще делать самомассаж в груди это очень полезно. Саму железу надо массировать очень аккуратно, но довольно глубоко входя рукой, и желательно хотя бы раз в месяц проверять, потому что, если у вас там появились какие-то уплотнения, лучше это найти на начальной стадии и сразу же обратиться к врачу, который тут же посмотрит и уже определит, какой природой ваше уплотнение, что с ним делать, что может быть это начало какой-то опасной болезни, а возможно просто банальный застой, который пройдет после серии массажа, который вы можете делать сами себе в домашних условиях. Ну, это вот я показала основные приемы массажа груди. Только что я продемонстрировала основные приемы массажа груди, которые помогут вам не только улучшить состояние формы груди, но также помогут вам расслабиться, достичь состояния комфорта и спокойствия. Будьте здоровы!